Мы никогда не спрашивали о домашнем насилии. О, Варя Чернаус. Актриса, иди в магазин, работай. Ты срёшь, ты пьёшь, рожаешь детей. Я была в отношении с жестоким маньяком, абьюзером. Гаррика было жалко всегда. Кунилингус на лестнице. Нам это приятно. Салямет сезбек, кроме того, астар. Уганган, бездан, кунахамас, Кристина Асмус, актриса театра и кино. КМС по спортивной гимнастике. Мастер спорта. Мастер спорта уже даже. Серёжа, перевыше, да? Младушка моя, вот это кайф, вот это классно. Я сразу скажу важную вещь, чтобы мы потом к ней не возвращались. Ты очень красивая. Спасибо большое. А теперь поговорим. А ты так ничего. Привет. Мы не сговариваясь с тобой в чёрном льне. У тебя был жакетик льняной. Нет, это была футболка. Это была рубашка. Это была рубашка? Да. Я не очень внимательна. Прости, пожалуйста. Мы в Алмате. Да. Я слышал, что ты на презентации говорил о Алмате. Так действительно, правильно? Но все говорят в Алмате. Я несколько раз переспрашивала у таксистов. У представителей аэропорта, у наших организаторов. И мне упорно говорили либо и так, и так, либо Алматы. Это официально и правильно. Ну, это снобизники. В аэропорту написано Алматы. Да. И я сноб. Скорее снобы те, которые хотят тебя научить правильно. Говорят Алматы, сбить панталыку. Типа того. Алмата. Так вот, первый раз? Нет. Когда был предыдущий? Боже. 11 лет назад. Я была здесь на съемках. Все, что я видела, это съемочный павильон и дорогу от аэропорта до съемочного павильона. И она не самая впечатляющая, будь откровенна. В тот момент, да, не особо. Я знаю, что вчера удалось попасть... Но сейчас Алматы изменилось. Да. Я знаю, что вчера удалось побывать в горах. Это был Чембалак или куда-то дальше вы заезжали? Я была на Черенском каньоне, и я была, смотрела Кольсайские озера. Нифига себе, как далеко заехали. Представляешь? Пришлось целый день потратить, как минимум. Всего лишь выехали в 4 утра, приехали в 6 вечера. Ничего. Двое суток не спали. Но это того стоило, ты знаешь. Мне правда понравилось очень. Да. Меня звали покататься на чем-то, храмы посмотреть, постройки. И на чем удалось покататься? Ни на чем не покататься. Я на машине. Я поехала просто посмотреть природу. Нет. Они так несчастно выглядели. В горах мне предлагали за деньги покататься и усаживали на этих бедных лошадок. Но они так грустно выглядели. Я не приветствую вообще вот эту историю. Я всегда с сожалением смотрю по центру Москвы тоже. Предлагают покататься. Девчонки хотят заработать на бедных лошадках. Я очень к этому сложно отношусь. А в зоопарк-то ходишь? Нет. Нет, не хожу в зоопарк. И ребенка не ходишь? Слушай, были мы с ней. Ей годика два было. Сейчас Настюша девять. Были мы много лет назад. С тех пор многое изменилось во мне ментально. Поэтому нет. Сейчас мы в зоопарк не ходим. Хорошо. Это позиция, безусловно. Ну, объясним нашу картинку сегодня на экране. Это Олег Евгеньевич. Собственно, худрук. Да, правильно говорить худрук. Театра Ермоловой. Да. Все правильно говорить. Ну, это его и должность. И правильно. Это... Данил Чащин. Данил Чащин. Я пытался вспомнить, как зовут Чащин. Ага. Режиссер спектакля, в котором я принимаю участие в театре Ермолова и Леди Мага Пермцентского уезда. И сериала, который я привезла в Алма-Ату. Или в Алма-Аты. Или в Алма-Аты. Ты можешь либо нравится людям, которые нас смотрят, либо не нравится. Ну, Алма-Ату, Алма-Аты. Как хочешь. Мы... Говори, какая. И туда, и туда привезли сериал «Райцентр». И он снял сериал впервые. Это его кинодебют. А вообще у нас интересное здание. История наших рабочих взаимоотношений. У нас первая работа. Мы делали в Академии РАМ научную елку. Детскую. Ого. Это елка. Да. Дед Мороз, Снегурочка. А я сыграла там нейросеть. Это было, не знаю, года четыре, наверное, назад. Первый у нас детский спектакль. Потом у нас моя одна из ключевых, наверное, ключевая, наверное, роль на сегодняшний день театральная. Леди Мага от Моценского уезда. И вот сейчас сериал «Безбашный райцентр». Расскажи мне, как выглядела нейросеть в прочтении Дани Чащина. Это же нужно было еще и детям как-то объяснить. То есть, должен быть какой-то образ собранный. Или это было исключительно аудиоштука? Ну, типа, ты отыгрывал логол. У меня было два съемочных дня. И мы просто записали меня на видео. Я на всяких спектаклях. Мне не приходилось играть новогодние праздники. Всю неделю до, неделю после. Вот я в этот момент отдыхала. Я снялась. Два съемочных дня у меня было. Я отснялась. И это интегрировано было в спектакль. У меня были какие-то периодические вставки, куски. Я была хорошей нейросетью. Потом она ломалась, сходила с ума. И была плохой. А потом хэппи-энд. И опять все хорошо. Мы что, был парик, были линзы. Был какой-то сумасшедший грим. Какой-то пиксельный такой. И голос чуть-чуть обрабатывался. Вот так выглядела нейросеть в исполнении Кристина Асмоса. Ты уже интегрировала нейросеть в свою жизнь? Нет. Потому что некогда или потому что неинтересно? Нет. Интересно очень. И влияние этих всех историй и технологий на собственную жизнь, на всю нашу, преуменьшать нельзя. Потому что я понимаю, что будущее с последствиями. Но нет. Просто потому что я... У меня айфон. Я использую его процента на два, наверное. Открываю WhatsApp. Чуть меньше Telegram. Там запрещенную социальную сеть в нашей стране. И фото, видео. В удаленных зайти. В скрытых. Так, так, так. Вот. И все. То есть... А, Safari у меня есть. Все. Это все, что я использую. Музыку. Я научилась заходить в музыку. Где ты ее слушаешь? Года-два назад. А, ну, Яндекс.Музыка, очевидно. Нет. В iTunes. Нам нужно прорекламировать, нет? Нет, нам не нужно. Я просто думаю, а он не ушел? Он же ушел, по-моему. Я объясню тебе контекст. Да. Я 15 лет живу в России. И будучи гражданином Казахстана. Но мне казалось, что iTunes у меня отключили как раз-таки вот... Ну, когда-то отключили. Он еще остался до сих пор там? У меня работает. Классно тебе? Не знаю. Классно тебе? Да, постановлюсь. Возвращаясь к нейросетям. Писатели, журналисты, в большей степени дизайнеры сильно боятся, что их заменят. Угу. Актеры могут тоже бояться, я думаю. Я не думаю, что актеры в ближайшее время. А вот сценариста могут заменить. Уже меняют. Уже сценарии. Да, по-моему, уже что-то снимают по сценариям. Уже есть. Уже есть сериал. С нейросетью. Постеры делают. Ну, много сейчас чего. Эти. Сдают и студенты, сдают экзамены. Нужно ли людям творческим бояться этого? Или нужно научиться интегрировать это в свою жизнь и использовать свои рабочие? Опасаться, думаю, да. Потому что, ну, если с нейросетью можно сделать это за 5 рублей, я очень понимаю продюсеров и студий, которые будут этим пользоваться. Из-за экономии. Но если мы сможем как-то сосуществовать вместе и заниматься сотворчеством, будет здорово. Но что грядет, я не знаю. Я не знаю. Вернемся, пожалуйста, к постановке. Лидия Магбет. Это по Лескову. Я правильно помню? Да. Микрой Лесков. Если я правильно помню, ты мне поправишь. Афишу меняли. Первая была сильно провокационная. Нет. Наоборот. Первая была слишком консервативна. Черный задник, стол, тесть, муж, жена. И просто мы сидим вот так вот и смотрим в кадр. И на черном фоне белыми буквами написано «Лидия Магбет» на Ценского уезда. Ну, у меня такие афиши были в институте. Ну, мне кажется, что для современного зрителя, для такого хлесткого, жесткого, откровенного, смелого спектакля нужна соответствующая афиша. Тебя должно зацепить, захватить. Ты должен... Хочу посмотреть. Что-то там они готовят такое. Я нигде этого не видел. У меня не цеплялся взгляд за афишу, которую сделал. Я не знаю, режиссер ли это делал, художник нашего театра, наш театр, администрация театра. Я не знаю. Для меня она была скучной. И никакой, и не передающий, самое главное, не жанр нашего спектакля, не его смысл. У нас уже был к этому моменту снятый материал. У нас в спектакле обилие крови, хотя много метафор, но обилие крови мы сняли очень много. Кровавый съемочный день был, поскольку у нас достаточно откровенный спектакль. И в тот момент я снималась в сериале «Люся» Ивана Твердовского. Мы были очень длинные волосы. И я на площадке предложила. Не то, чтобы я прям люблю и хочу раздеваться. Я попросила всех выйти со съемочной площадки. Девочка была фотограф. Я говорю, давайте поснимаем деликатно, а там поймем, что с этим материалом делать. Я закрыла все себе волосами. И мы сделали несколько кадров. И мне показалось, что это вау. И я, Даня Чащина, говорю, давай я отсмотрю на предмет афиши. Сделаю свою версию со своим дизайнером, ты посмотришь. Я это сделала. Он посмотрел, сказал, у нас сторонние сайты не примут. Для них это слишком. Много крови и часть женской груди видна. Я, ну, может быть, не знаю, Лисковщина. Лисковщина. Говорит, не примут. Просто не примут. Зарубят. И мы не сможем пиарить наш спектакль на сторонних сайтах, на сайтах партнеров. Я говорю, давай рискнем, давай попробуем. Будем, значит, пиарить там, где сможем. Это афиша цепляет взгляд. И мы это сделаем. И я запитчила эту историю, у меня получилось. И вот теперь у нас такая афиша смелая. И я столько фидбэка получала по поводу этой афиши, значит, мы не прогадали. Ты часто даришь подарки? Да. Упаковываешь их? Да. В какую бумагу? Люблю в крафт. Да. Люблю всякие делать. Да, он довольно нейтральный. Да. В этом и мой вопрос. Как будто бы, когда ты упаковываешь подарок в крафт, так мы неожиданно перескочили. Ты оставляешь все самое интересное внутри. Так нужна ли была вызывающая афиша? Или можно было оставить нейтральную, потому что так все самое интересное в спектакле? Я не совсем. Мне просто крафт нравится, не знаю, по стилистике. Я упаковываю в крафт, но я обыгрываю это элементом. Яркой ленточкой, каким-то сухоцветом красивым. Какие-то наклеечки делаю, что-то рисую от руки. Дочка иногда разрисовывает, смотря, кому мы дарим. Это пространство для творчества. Это такая база, на которую я потом леплю все, что хочу. Сама или в каком-то магазине. Нет, это афиша мне хотелось, потому что наш театр находится в центре Москвы. Очень большая проходимость. Мне хотелось, чтобы это цепляло взгляд. Хочу посмотреть. Я никогда не читал Лискова. Я не читал Леди Магбет. Много таких людей. Я хочу это видеть. Что же там такого? Очень много хотелось молодежи привлечь в театр. И мне казалось, скучной афишей, консервативной. Все же до сих пор думают, что у нас выбеленные лица, креолины, 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 и мы все разговариваем вот так немножечко. Это же не так. У нас, например, играет в спектакле I speak, I gel, Mujus. У нас очень много смелых решений, очень много метафор. Очень много такого, к чему театральный зритель, который входит, смотрит на театральный зритель, не привык. И эта афиша, мне кажется, расширила диапазон зрителей. Посмотрев эту афишу, ты приходишь в театр, ты понимаешь, о-хо-хо, ничего себе. Если бы мы все самое интересное, крутое запихнули бы на афишу, но это не так. Мы такую замануху сделали. Покровский ворот, который поставленный в театре Ермоловой. Нет, они не поставлены в театре Ермоловой. Не-не-не-не-не-не-не. Но-но-но. Сереж, перебью. Сейчас мы с тобой... Смотри, я читал Википедию, какие-то статьи. Сейчас мы будем просто разрывать шаблоны. Да, смотри, какое-то время назад в театре Ермоловой появился такой формат. Его придумал Олег Евгеньевич Меньшиков и с пиарщиками на тот момент театра Ермоловой. Кино на сцене называется. Собирается какая-то группа людей. Не обязательно актеров. Всегда во главе Олег Евгеньевич Меньшиков. И у нас был Саша Гудков, Сергей Шнуров, Юлия Пересильд, Саша Петров. Я сейчас артистов перечисляю, но у нас огромное количество было не актеров, комиков, ведущих, певцов. Певцов садятся на авансцену и читают по ролям какой-то советский фильм. То есть это читка в большей степени? Да. Мы премьерили, естественно, Покровскими воротами. Мы сыграли их два раза в театре. Один раз это все время. Хулиганство происходит один раз. Ну, два вечера подряд. Потом следующее название «Берегись автомобиль» у нас уже было. «Карнавальная ночь». Что-то, что-то, что-то еще. «Добропожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Я принимал участие только в Покровских воротах. Два раза, значит, мы сыграли в театре Ермоловой. А потом мы собрали «Крокус». Это семь тысяч людей. И у нас была читка. Это вау впечатление. Мы просто читаем по ролям. Это, пожалуй, единственное, что я хочу отрекламировать. Друзья, когда вы читаете Википедию, не верьте всему тому, что там написано. Это не спектакль, это читка. Ну, он называется спектакль, ну да, с оркестром, но без репетиции. Это такая фановая история. Она происходит здесь и сейчас. Хулиганство, шутки все накидываются в процессе. Тебе нравится фильм «Казакова»? Да. Ну, вряд ли я могла бы в присутствии начальства сказать. Он всегда с нами. Он всегда где-то здесь. Где-то здесь. Я могла бы сказать иначе. Ну, слушай, я была фанаткой Олега Евгеньевича все свое детство. Конечно, «Покровские ворота». Это просто то, на чем я в том числе выросла. Да, нравится. Я не хочу ни в коем случае желтухи, но я допускаю, что Олег Евгеньевич в силу своей гениальности, а я именно так и считаю, довольно сложный как мастер. Есть вещи, которым пришлось свыкнуться, ну, не то чтобы свыкнуться, принять вопреки тому, что тебе это могло прийти, но это мастер. Сложный. Наверное, это необходимая часть профессии. Когда ты руководишь театром, тебе необходимо иметь... Я думаю, сказать ли мне «Стальные яйца» или не сказать, но я уже сказала. Ну, необходимо. Ну, ты руководишь театром, у тебя огромный штат людей, на тебя огромная ответственность. Но у меня с Олегом Евгеньевичем, может быть, потому что мы похожи. Мы два перфекциониста, мы два фанатика, мы живем в театре, я не столько, сколько он, но... И мы два невероятно требовательных человека к себе в первую очередь и к коллективу в частности. Поэтому мы с ним абсолютно похожи. Мы совпадаем с сумасшедшим образом. У нас не было ни одного конфликта. И как-то так у меня получается, или так получилось, и как-то у меня судьба, слава богу, хорошо в театре складывается. Олег Евгеньевич меня уважает, с моим мнением считается и спрашивает прежде, чем занять меня в спектакле, хочу я этого или нет. Перфекционизм – это положительное или негативное качество человека? Если оно не съедает тебя изнутри, как у меня часто бывает, то, конечно, положительное, конечно, хорошее. Но просто я сгораю. Я иногда схожу с ума из-за того, что я не могу неидеально, и в этой идеальности я довожу до сумасшествия что-то. И я не могу успокоиться, потому что иногда, ну, хватит, ну, все, лучшая враг хорошего, правда, ну, можно выдохнуть. И я, моя в этом плане какая-то нервозность, наверное, переживания меня иногда просто сжигают эмоционально просто. Я могу в этом очень много терять себя и времени, ресурсов своих каких-то эмоциональных. Поэтому, ну, хорошее качество. Да, мне кажется, хорошее у киношника, для киношника, для театрального артиста. Лучше так, чем пахуизм. Потому что мне кажется, что я очень много встречаю халтуры. Это, наверное, то самое главное, что я просто ненавижу в коллегах. Я ненавижу. Я схожу с ума, когда я встречаю халтуру. Поэтому, наверное, со мной сложно работать, потому что я супертребовательный человек. Но стараюсь щадить людей, думать, что я это я, другие это другие. Они так относятся к делу. Если им меньше это надо, чем тебе, ну, вот так вот. Почему артист может позволить себе халтуру? Ну, все же люди разные. Мне кажется, халтура есть везде. В аптеке, в магазине, на любом поприще. Есть люди, которые горят своим делом, готовы за любые деньги днями и ночами на благо общества, коллектива работать. А есть, которые не готовы, не хотят тратить на это свою жизнь. Деньги в другом банке или там больше... Приоритеты его в другую сторону расставлены. Актер может позволить на человека, он может себе позволить халтуру. Просто я не приемлю, я не люблю. Я помню очень старое интервью Юры Грымова, который говорил, что, снимая фильм на площадке с российскими и американскими актерами, он сильно видел этот контраст, где американский актер даже... Мы не будем говорить про американский, мы говорим про западного актера даже. Будучи там на второй или третьей роли или даже частью массовки, задействованной в массовых сценах, они совсем по-другому воспринимают свою работу. И действительно какая-то легкая звездность российского актера проявляется независимо от медийности и известности. Можем сравнить это с футбольной историей, что у нас так или иначе ввиду... Как нас перебрасывают. Видишь, да. Ввиду того, что у нас не сильно развит рынок, люди очень быстро ловят звезду. Можно актерскую халтуру объяснить этим? Рынок российский в плане кино развивается стремительно. Это факт. В последние годы три сильно. Я не так много смотрел российского кино. Сейчас я смотрю в основном российское кино, российские сериалы. Делаю это с удовольствием. И мне очень нравится. Почти, ну нет, почти все, что выходит. Очень многое. Халтура, недисциплинированность. Хотя удивительно, нас так в театральном институте дрочили. Я помню на всю жизнь впечатление. Я помню, температура 39 была. Я на две минуты опоздала на актерское мастерство, где разбирали мой отрывок с педагогом. У нас там несколько студентов было. И у меня больные почки были. После этого я в больницу загремела. Мне было тотально плохо. Я еле собрала себя по кускам, чтобы встать с кровати. И я опоздала на две минуты, вошла уже после педагога. И мне такую тираду прочла Мария Евгеньевна Велихова. Это один из ведущих педагогов Щепкинского училища. Сейчас она уже ушла. Но она большой мастер, большой учитель в моей жизни, не только даже по актерскому мастерству. И она в тот момент мне сказала, никогда нельзя приходить вовремя. Никогда. Всегда заранее. И она говорит, тебя уволят из театра. Тебя уволят из профессии. Тебя уберут со съемок. Никогда не позволяй себе нарушать дисциплину. Это первое должно быть. Твое качество главное. И я стараюсь ее заветом Треповых соответствовать. Но нас дрочили очень в плане дисциплины сильно. И отчисления были просто массовые. Мой первый институт, в котором я училась, это школа-студия МХАТ у Константина Райкина. Я училась недолго, полгода. И нас через полгода отчислили 12 человек. Полкурса. И меня в том числе. Обалдеть. Да. За что? За разное. За разное. Но есть стереотипы. Вот сейчас я не очень ответила на твой вопрос. Прости, что я так тоже перескочила. Есть ярлыки, которые мы вешаем. Если актера выгнали из творческого вуза, ощущение, что он бездарный. Что это значит из-за профнепригодности? Не всегда. Часто бывает так, что педагог не сумел разглядеть. Так бывает. Бывает из-за дисциплины. Бабчик бухал. Или что-то там оскорбил педагога. Или что-то. Бывает. Разные причины. Но. К слову. Просто подтверждая или руша слова тех людей, которые стереотипно мыслят, что из-за профнепригодности. Со мной вместе Райкин отчислил Григория Добрыгина, Павла Прилучного, Аристарха Вениса, Настасью Самбурскую, Ивана Макаревича. Это все мои однокурсники, которых Райкин отчислил. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Показатель ли? Но. Когда я училась у Райкина, это был 2005 год. Почти 20 лет назад. И я не видела Константина Арканча с тех пор ни разу. Несколько лет назад я репетировала с Евгением Марчелли в театре спектакля «Дачники». В любом театре при подготовке к спектаклю сначала застольный период. Мы читаем, разбираем, говорим про роли, про что спектакль, как я его вижу, какие костюмы и так далее. Где-то недели три мы посвящаем этому застольному периоду. И в этот застольный период Женя, как мы его ласково все называем, он просит его так называть, сказал такую вещь, что до этого он выпускал спектакль у Райкина, и он ему сказал такую фразу. Бывает, что педагог ожибается, вот не разглядел, не разглядел что-то в студенте, а потом проходит время, и этот студент взрывает сумасшедшим образом. И он говорит, например, Кристина Асмус. Это было несколько лет назад. А пару лет назад мой любимый мужчина, который зовут Рома, он снял мне фильм, где важные для меня люди в жизни, говорят про меня какие-то слова. Отвечают на вопросы, и там были разные-разные-разные-разные люди. И потом Марья Евгеньевна Велихова, которую мы говорили к разговору о дисциплине. И она говорит, ну вот Райкин ее выгнал. А что? Вот что вот интересно он сейчас думает? Кат, появляется Райкин. Это был мой день рождения. Я разрыдалась тогда. Да, я помню, он снял целый там лофт с кинозалом. Я разрыдалась. Я не поверю. Я ему не видела почти 20 лет. Он сказал, ну что вы хотите от меня услышать? Ну что? Ну, был неправ. Ну вот, для меня очень важно было этот эмоциональный гештальт закрыть. Потому что я в тот момент поступила в три вуза. В ГИТИС, во ВГИК и в школу-студия МХАТ Крайкину. Я его боготворила. Я очень хотела у него учиться. Хотела закончить эту мастерскую. Была его абсолютным фанатом. И для меня больно, незаслуженно мне казалось больно, что он так в меня не поверил и как-то не довел меня до конца. Но он был моим, как будто бы все это время продолжал быть моим учителем. То есть вопреки. Мне кажется, если бы я закончила школу-студия МХАТ, не так бы сложилась моя жизнь. Мне кажется, вот этот момент доказать ему, что я что-то стою в профессиональном плане, вот оно вот это желание, чтобы он все-таки в меня поверил и как-то, наверное, профессионально оценил, оно было для меня важным. И вот этот вот гештальт через вот эти вот, он сказал, я слежу, я смотрю, я очень радуюсь, я очень горжусь. Это было интересно. Это было интересно. У нас, кстати, в райцентре, который я в Алмату. В Алмату. Или в Алматы. Или в Алматы. Слушайте, да напишите уже в комментариях, в Алмату или в Алматы. Мы выясним, как правильно. Мы выясним. Мы снимем две версии, да? В Алматы, в Алмату. Ну, как минимум. И мы привезли, и у нас снималась в одной из главных ролей Полина Райкина, дочка Константина Аркадьевича. Я ее тоже не видела, почти 20 лет. И я, Полечки, на шапке, это мероприятие по случаю окончания съемок. Бухалова. Я ей сказала, что ваша семья для меня на особое место в жизни занимает. Я вас очень люблю и много о вас думаю. Когда тебя отчислили, ты сразу превратила эту злость и желание доказать в топливо для того, чтобы стать лучше? Или был период, когда ты, условно, страдала и думала, что, ну, вот, не получилось? Это появилось раньше. У меня достаточно сложная семейная история с родителями. Я вот сегодня утром на интервью была, и у меня спросили, когда я решила стать актрисой, почему я решила стать актрисой. И я сказала, что, наверное, это сублимировало желание от недолюбленности в детстве. У нас не было, мы телевизор не включали. Я занималась спортом, у меня было достаточно жесткое диспатичное воспитание. У нас не включался телевизор, мы не ходили на какие постановки. Я просто хотела быть актрисой, сколько себя помню. В 5, в 6, в 7 лет я всегда мечтала осмысленно. Я знала, что я буду актрисой. Родители меня по головке не гладили. Мама сказала мне впервые в жизни, что она меня любит, когда мне был 21 год. Я была недолюбленным ребенком сильно. И мне кажется, мне хотелось этого от зрителей. Мне хотелось аплодисментов на поклонах. Мне хотелось вот это вот какого-то уважения, восхищения, обожания, не знаю, дополучить от зрителей то, чего я не получила в детстве. Что ты спросила? Мне достаточно этого ответа. Есть довольно популярное мнение, что любой театральный актер хочет сыграть Гамлета. Ты в Гамлете играла Офелию. Это главная роль для актрисы? Если мы говорим про театральную роль. Или у тебя есть мечта сыграть другого героя? Ты понимаешь, я после этого сыграла и сейчас играю Катерину Измайлова в спектакле «Леди Макбет» и Муценского уезда лучшей роли в жизни мечтать... О лучшей роли мечтать нельзя. Что дальше играть, я не знаю. Хороший вопрос. Это просто... Это вершина. Это топ. Это, наверное, женский Гамлет. Ну, такое ролище просто. И сложнейший спектакль. Я сейчас собрала ребят. Вот мы два сезона отфигачили. Уже два года спектакля. Два года театрального года. В сентябре мы начинаем, в июле мы заканчиваем. И я собрала ребят и говорю, я не знаю, сколько я еще выдержу его играть. Я не знаю. Мне кажется, часть жизни какая-то от меня отваливается в момент спектакля. Я его точно выхаркиваю с кровью. Очень. Мне кажется, я умираю на сцене. И потом себя кусочком восстанавливаю. И буквально несколько дней назад, после спектакля «Удина охота», я выхожу из театра, и мне охранник пожилой наш говорит, Кристина, тебя девочка ждала с подарком в служебном входе. Наверное, ее уже там нет. Я ей сказала, оставьте на охране. Она уйдет утром. Ну, она вот говорит, нет, буду ждать. Я после спектакля, я по несколько часов не могу встать просто со стула в гримберг. Не могу. Мне надо себя заново собрать, чтобы как-то начать взаимодействовать с миром. Я не знаю, ехать к ребенку. И очень тяжелый спектакль. Очень. Закроем арку с Гамлетом. Давай. Кто лучше Гамлет, сыгравший в СССР или, может быть, в России? Ой. Ну, Камбербэтч я смотрела только на видео. Но и он не в России. И то не все, а? И он не в России. И он не в России. А ты спросил в России? Да. Спросил в России. Ну, мы можем... Владимира Высоцкого я тоже видела только на видео. Знаменитый монолог. Как его просто отчаянный, зверский, страстный. Такой прям с кровью в глазах. Такой прям аж... Мне кажется, слюна его через экран просто пробивалась и прошибала меня. Саша делал это потрясающе. Спектакли мы уже закрыли. Мы отыграли его, наверное, 7 или 8 лет. В нашей версии Гамлета играл Саша Петров. Мы объездили Россию, СНГ. У нас было просто... Мы в месяц играли и не за спектакли. 10, мне кажется. Очень много мы его играли. Потом мы с Сашей и Салей Кевгеньевичем собрались и поняли, что пора закрывать. Вот спектакль должен уходить на пике. Это вот случилось с нашим Гамлетом. Он делал это филигранно. Он делал это потрясающе. Он так тонко работал. И я имела счастье наблюдать за тем, как Саша растет и меняется. Он пришел студентом. Никому неизвестным. И с горящими глазами. Я сейчас сделаю. Я смогу. Сразу на Гамлета. И потом пришла популярность. Ох, были интересные периоды, когда он уже меньше стал общаться с коллективом. И как-то уже дистанция... Мы были друзьями всегда близкими. И вот возвращаясь к тому вопросу, на который я не ответила про звездную. Было, было. Дистанция была в наших отношениях тоже. А потом как-то Саша собрался и понял, что все это ему мешает работать и жить. Поэтому я видела Гамлета в его исполнении и в разных состояниях. Евгений Витальевич Миронов, его Гамлет не похож ни на одного Гамлета, который я до этого видела. У Дани Козловского? Сложно. Я боюсь у Дани Козловского. Я не видела его. Я Дани вообще не видела на сцене. Я не видела его в Гамлете. К сожалению, это мое большое упущение. Дани потрясающий артист, киноартист. И сколько я слышала о его театральных работах, я не видела его вообще на сцене. Я вообще в Питере как-то все собираюсь доехать, добраться, посмотреть на Лизу Боярскую, на Алису Брунну. Хотя ее я видела на гастролях в Москве. Френдлих, естественно. Но мое упущение я мало смотрю. В Питере столько чудесных постановок, столько хороших режиссеров, хороших актеров. И я еще собираюсь съездить с этой целью. Потому что я часто бываю на съемках, на гастролях, на каких-то там, не знаю, пробах, примерках. И все время поработаю, все время туда-сюда. Все время билеты впритык. И надо собраться уже и поехать конкретно, и прямо устроить себе такой театральный триль. У меня была история, что я, чтобы попасть на... По-моему, так и назывался Алиса спектакль, Алиса Брунна. Мне не сильно честно пришлось поступить с людьми. Я фактически чуть ли не силой выкупил у них те билеты, чтобы попасть на этот спектакль. Я уезжал, потом у них ходили на перерыв. Но это было классно. А давай обсудим зарубежных. Есть условный Камбербэтч. Есть Хиллстон. И у него классный, кстати, Гамлет. Есть человек, который сыграл Мариарти в... Я забыла каждый раз, как его замкнули. Но у него он тоже довольно не похожий ни на кого. Он тоже сыграл Гамлета? Да. Казалось бы, у Камбербэтч должен быть очень английский Гамлет. Или у Хиллстона. Как же у него фамилия? У меня вылетел из головы. Ужас какой. Позор, позор, позор. У него очень английский Гамлет. Невероятно. Ты титр пустишь здесь? Юра Дудь пустит. Про актрису. Мы снова проверяем. У нас фактчекинг в Википедии. В Википедии пишет, что виной тому Наталья Рейр. Что там по ней? Нет, не господи Наталья Рейр. Нет, что ты чудесная актриса. Я сейчас не буду кокетничать. Ну вы что? Да нет, ну это же несерьезно. Нет, я действительно, когда была маленькая... Как сериал вышел, когда мне было 7 или 8 лет. Я действительно, когда была маленькая, моя старшая сестра смотрела. Но нам с младшей сестрой запрещалось смотреть телевизор. Она смотрела, как нечто, моя старшая сестра кажется, нечто божественное, великолепное, днями и ночами. Я подглядывала, и у меня создавалось впечатление, что это мерило чего-то прям большого, высокого, великого. Она такой создавала ажиотаж вокруг этого сериала. Я тоже за старшей сестрой тянулась. И я действительно смотрела ее, когда мне было 7-8 лет. Как бы из двери я выглядывала. Вот. Я никогда не была дикой фанаткой. Я ничего о ней не знаю, кроме того, что она была суперпопулярна. И она певица. Я не смотрела никакие ее фильмы. И знаю, что у нее есть российский паспорт. Теперь уже. Теперь уже, да. Поэтому, не знаю, может быть, я карьеру свою достаточно рано начала, в 16-17 лет. Может быть, я где-то ляпнула, что-то смотрела. Я не знаю, каким образом это, откуда ноги растут, каким образом это появилось. В Википедии и теперь клеймоном всю жизнь. Она стала актрисой, потому что такого не было. Давай закончим шаблонными мыслями, с моей стороны. Как будто бы театр – это творчество, а кино – это так для денег. Театр важнее, чем кино для тебя? Как будто бы. Но это же не твоя мысль. Я же говорю, мы заканчиваем, что мы обсуждаем шаблонные мысли. Но это супершаблонная мысль. Нет. Ты знаешь, многие актеры не хотят работать в театре. Но, мне кажется, боятся. Мне кажется, театр – это такая серьезная проверка на вшивость. Потому что там нет монтажа. Там нет музыки сильнейшего инструмента. Как-то где был вопрос, по-моему, что, где, когда, что ли, было? Не помню. Вопрос, без чего невозможно снять кино. Без артистов, можно без режиссера, без оператора. Вот поставил камеру, как у нас. Поставил камеру, и все, кино снимает само собой. Ну, можно, смотря какое кино, а без музыки. Музыка – это сильнейший инструмент. У нас, кстати, прости, что я перескакиваю, режиссер по пластике в «Леди Магбет» Александр Андреяшкин. И у нас очень много пластики в спектакле. И мы там репетируем, репетируем что-то. Он говорит, ну, давайте теперь в чистовую. Мы говорим, можно музыку, Саш? Он говорит, не-не-не-не-не. С музыкой каждый сможет. Она дает настроение, антураж. И как-то на музыку вы будете отвлекаться, и я буду отвлекаться. Вы сразу будете как-то гениально двигаться. Нет. Давайте она не будет вам помогать. Давайте без музыки. Потому что если вы без музыки сделаете круто, значит, вы и с музыкой сделаете круто. Поэтому, что я говорила? Это нечастное мнение, но я доложу как минимум. Вот. Нет, да. Нет монтажа, нет музыки. Не за кого спрятаться. Ты один голый наедине со зрителем. И многие артисты, мне кажется, из-за страха боятся участвовать в театральных постановках. Но театр тебе дает профессию. Театр – это такой своеобразный тренажерный зал. Вот ты там накачиваешь мышцы свои, скиллы прокачиваешь, прокачиваешь, потом выходишь в кино и делаешь все то, что ты наработал в театре. Потому что в кино, сука, вечно нет времени. Всегда. Цейт нот. Сколько бы, какая бы выработка ни была в гениальном кино. Там полторы минуты в день или в каком-то сериале, мувике, там, не знаю, 16 минут в день. Всегда нет времени. Всегда его не хватает. Гонка, гонка, гонка. Наш райцентр может похвастаться читками, но очень редко происходят читки, репетиции. Очень редко бывает основательный подготовительный период. Редко мы репетируем перед кадром. Частая ситуация в кино. Пришли на площадку, типа, ну что, давайте дублем возьмем. Дублем возьмем, это значит, у нас нет репетиций. Я текст учила дома или пока ехала в машине. Я его ни разу вслух не произносила. Мне надо его присвоить, мне надо это попробовать. Или, допустим, бывает часто так тоже, когда мы говорим, режиссер разводит мизансцену. Иногда оператор-постановщик говорят, куда встать, как они видят рисунок этой сцены. И мы уже должны присвоить себе, значит, почему я иду сюда, почему я иду так, сделать это органично. Но часто говорят, ну давайте, как чувствуете, сделайте. И в 99% случаев говорят, супер, снимаем, молодцы. Вот так вот в кино. А профессией ты занимаешься в театре. У меня было 8 названий, может и больше. Сейчас уже осталось 2 по ряду причин. В прошлом году несколько спектаклей сняли. Олег Евгеньевич все просит новые названия. Ну пока вот, пока они разродились. Я буду до Талова работать в театре. И, кстати, прости, пожалуйста, в кино не всегда зарабатывание денег. Огромное количество хорошего кино, авторского кино, в котором я снималась. Китобой. Копейки мне платили там. Текст. Казалось бы. Но это авторский фильм. Тем, что он стал мейнстримовым и суперпопулярным, благодаря скандалу, который был, не было таких прогнозов. Хотя, казалось бы, я, Иван Янковский, Александр Петров, постельная сцена. Максимально документальная. Этот запрос был с самого начала. У меня во время скандала подписчики спрашивали, деньги не пахнут. Сколько тебе заплатили? Миллионы, небось. Да нет. Мне заплатили, ну, я не знаю, мне кажется, треть ставки на тот момент, за который я работала. Потому, ну, бюджет фильма там, по-моему, 35 миллионов. Ну, это вообще ниша, это очень маленький. Сейчас в основном серия столько стоит в сериале. Но это очень маленькие деньги. Собрал он 400. Возвращаясь. Да, прости, что я перебил. Современный мир как будто бы научил нас к быстрой реакции. И к быстрой оценочной реакции во многом из-за соцсетей. Театр до сих пор в том числе популярный, что актер на сцене получает мгновенную реакцию зрителя. А в кино это все-таки растянуто. Ну, учитывая постпродакшн, монтаж и так далее. Ты отыгра в сцену, даже сняв полностью кино, получишь реакцию. Ну, в лучшем случае, через год-полтора. Может быть, два. В лучшем случае, сто процентов. Единственная встреча со зрителем у тебя на премьере. Ты же не ходишь на все свои сеансы в кино. Чего там посмотрят? Как отреагируют? Зашли ли мои шутки? Были ли аплодисменты? Плакали ли люди на соседних креслах? У тебя нет этого энергообмен со зрителем в кино, как в театре. А в театре он есть. Про быструю реакцию? Ну, нет. Не связываю эти вещи. Это для нас, актеров, важная история в момент. Ты одним воздухом дышишь со зрителем. И этот спектакль, вот сколько мы там, Леди Макбет, не знаю, 30-50 сыграли раз. И каждый спектакль не похож на предыдущий. Потому что сегодня такой зритель. И ты сегодня в таком состоянии. Ты с таким шлейфом пришел. У тебя что-то случилось. У тебя что-то болит. У тебя какие-то проблемы происходят. Ты как-то вырос за последний месяц-два. Или вот что-то в мире происходит. Такое, что тебя тотально меняет. И поэтому каждый спектакль разный. И эта мгновенная реакция важна для меня сейчас. И в моей профессии, и в моем деле театральном. Но что ты там про вопрос, про быструю реакцию интернета? Я здесь не очень поняла связи с театром и с кино. Я говорю, что театр, будучи довольно старой штукой с нами, остается, не теряет актуальности. Более того, ведь современные постановки, наоборот, привлекают еще больше людей. Во многом потому, что это быстрая реакция с точки зрения... Ну, то есть быстрая коммуникация с точки зрения артист и зрителей. Это вообще коммуникация увидеть артиста. И что он там, какой он способный, не способный. И это вот ты видишь его вот так. Ты видишь его каждую венку, каждую жилку. И сам в голове этот спектакль ставишь. Потому что вот у нас в зале там, сколько, 700 мест. Это 700 разных спектаклей. Кто что понял про той спектакль? У каждого зрителя может быть свой главный герой. Может, человек из массовки. Для него главный герой. И он весь спектакль смотрит только на него. И как он смотрит от третьего лица на главных героев? Что он там проживает? Это интересно. Кстати, в «Гамлете» была такая история. Ключевые сцены. Валерий Саркисов, режиссер нашего «Гамлета», он увел за кулисы. И он вывел главных героев на передний план. И мы реагировали на происходящее за кулисами. Его важно было нас укрупнить. А не то, что там происходит. Там спектакль и дуэль. Вот такое вот решение. Мне очень нравится, как у нас работает наш импровизированный коностас. Мы же когда-то говорили про 700, кажется, места. Дважды посмотрела, пытаясь найти поддержку. Найти поддержку. У нас был ремонт несколько лет назад. И количество мест уменьшилось. Грустно. Значит, то лучше увеличится качество гостя. Зритель не так хороший, но качественный ходит нынче на спектакли. Но меня все равно расстраивает. Ну, здорово, что кино очень много людей смотрит. Но я так часто читаю сторис, которые я публикую постоянно после спектаклей. Мне очень важно этим поделиться. Театр для меня важнейший уровень в жизни имеет. И театр для меня исповедь. Вот там я, я. Мне очень важен театр. Я хочу им делиться. Я буду эти сторисы публиковать, пока у меня не отключится инстаграм. Читаю часто, что если хотите оценить Крысинку и Коктейсу, приходите в театр. Мне очень грустно, что там в кино и времени нет сделать качественную работу. Эксплуатируются образы какие-то. Или продюсер, режиссер театра выйдет по определенному. И как-то они тебя направляют не в ту сторону, которую там ты чувствуешь, ты хочешь. Потому что, например, я фанат физиологии, я фанат документальности. Я училась в Московской школе кино на режиссера у Алексея Попогребского. И там мы документальному кино уделяли очень много внимания. Мы года полтора назад изучали документальное кино, снимали всякие документальные этюды, документальный фильм. И у меня обострилось чувство правды. Я по-другому теперь смотрю кино. Я по-другому существую сама. И мне очень важна физиология. Я очень люблю естественность. Я очень люблю потекшие сопли. Я очень люблю прыщи. Я не люблю прятать это все. Это же есть жизнь. Почему у моей героини не может быть синяков? Почему так надо замазывать все время? Почему мне нужны вот синяки все мои? Вот подходит между каждым... У меня это синяки. Под глазами есть они. И гримеры подходят, их замазывают. Я говорю, ну, господи, ну что, мой человек неживой, что ли, у моей героини? Зачем надо их все? Какая бы она ни была. Ну, сейчас уже тенденция лучше. Сейчас уже меньше стали. Подрить не делают такое. Лицо все значит. Все матовые. Вот. Как-то меньше гримируют. Мужчины перестали гримировать. Слава богу. Перестали в кино гримировать мужчин. Но все равно. Мне грустно, что театр посещает так мало людей. И хочется, чтобы театр посещало больше людей. Да, актуальность они теряют. Ура. Хорошо, что они теряют актуальность. Хотя тоже, смотря какой театр, смотря, бывали спектакли, даже там недавно, на которые я ходила, ползала сидит. Значит, какие-то театры перестали ходить. Мне кажется, зритель чувствует сарафан, очень важнейший инструмент. Вот. Смотря в какой театр, смотря, не знаю, какие постановки театр. Какой-то театр теряет актуальность. Какой-то теряет. Не все на самом деле постановки, к сожалению, какие-то адаптированы под сегодняшнего зрителя. Понятно, зритель разный бывает. Кому-то хочется этих кринолинов и хочется какой-то речи правильной. Вот если я, например, в зависимости, разговариваю в зависимости от своего персонажа, кому-то я добавляю говора, кому-то я специально говорю там, ну, не знаю, там, ну, самый банальный пример, позвонишь, ну, потому что там моя не могла бы знать, что позвонишь. Вот. И люди обижаются, оскорбляются, говорят, ну, как со сцены? Вы говорите неправильно. Время обсудить причину твоего приезда. Хорошо. Сериал «Райцентр», который вышел от продюсерского центра «Среда». Саша Цикала там, я правильно помню? Генеральный продюсер Александр Цикала, Иван Смахвалов, да, кинкомпания «Среда», как продакшн снимала наш сериал, да. Вышло все это дело на платформе «Иви». Выйди, 23-го, или уже вышло? Ты так сказал, вышел сериал, и я не понимаю, когда мы это поставим в эфир. Да, он уже вышел. Скорее всего, он уже вышел. Он уже вышел. 23-го июня, да, все 8 серий на платформе «Иви». Ну, не секрет, я был на предпоказе, видел 2 серии. Не секрет для кого? Не секрет для тех, кто сейчас смотрит. Ну, и мы с тобой не будем это скрывать. Вот что я хочу по этому поводу сказать. Я, конечно, навел справки. И справка мне говорит, что Даня Чащин в жизни очень милый, мягкий человек. А вот сериальчик-то вышел вообще, блин, не мягкий и вообще не милый. По крайней мере, по тем двум сериямам, что я увидел. И я допускаю, что, учитывая, что я слышал, какие референсы были, я допускаю, что будет набирать обороты все то, что я увидел. Каково это работать с таким режиссером? Понимая, что у тебя был опыт на театральной постановке. Есть этот внутренний диссонанс? Он чувствуется? Или ты воспринимаешь, я говорю сейчас про режиссера, или ты воспринимаешь, что вот это просто видение автора? Учитывая, что это дебют на работу, опять же. Ты так много сказал, я забыла, что спросила. Я часто говорю это сегодня? Нет, я в глазах вижу. Нет, я думаю просто. Даня мой друг уже, и он уже мой режиссер. И у нас действительно несколько с ним работ, и они разные. Несмотря на то, что он мой друг, я проходила пробы на общих основаниях. У меня было трое или четверо, наверное, проб. Это много. Обычно одни, ну максимум двое. Часто бывает, что нет проб. Я помню недавно с Олегом Евгеньевичем мы где-то увиделись на съемке, ну для театра у нас была съемка. Я говорю, я вот с проб еду. Он говорит, Кристина, а вы что, ходите на проб? Я понимаю, что Олег Евгеньевич, ему пробы не нужны. Я не представляю ситуацию, в которой его костингуют. Он может просто боится предложить. Наверное. Но я хожу не всегда, но хожу. И в сериал «Райд-центр» у меня было тролли, четверо проб. Это очень много. У меня таких проб не было по количеству с времен интернов, на которые я там как на работу ходила на пробу через день-полтора месяца. Тщательно выбирали, тщательно. И выбирал не Даня, выбирали продюсеры. Поэтому здесь у меня не было никакого скидок, никакого блата. Он, конечно, говорил, что хорошая актриса, я в ней уверен. Надо брать, но ключевое слово финальное было за продюсерами. Даня мягкий человек. Действительно, очень такой трогательный, такой очень нежный. Но это проявляется скорее вот в его работе и во взаимодействии с людьми. Потому что... Почему я не стала снимать как режиссер? Я со своим перфекционизмом сгорала очень сильно. И по-погребски встречался со мной после первого года обучения и сказал Кристин. Вот в какой-то момент я лежала на плейбеке. Я не мог встать. Меня стрельнуло спину и вообще зажало все. Я так себя сжег внутренне. Ты хочешь такой же участи, ты можешь от этого страдать всю жизнь. А могут быть какие-то непоправимые последствия. Поэтому береги себя и старайся как-то ответственность свою иногда просто снижать. Ход из режиссеров сказал, это всего лишь кино. Даня, это его дебют. Это огромные деньги. Очень много было вложено у продюсеров собственных средств. Это такие риски. Это 8 серий. Он не снимал до этого ни короткометражку, никакую. У него не было никакого опыта в кино. Это его первая работа. Это сразу сериал. Там два времени. 94-й и 2014-й. Один из самых густонаселенных сериалов, который когда-либо снимал. Там главных героев человек 15-18, не знаю. Очень много линий, очень много отсылок. Медийные актеры. У него оператор Эдуард Машкович. Такая ответственность. Как он при всем при этом. Сжатые сроки. Смен все сокращали. За отсутствие денег сокращали, сокращали, сокращали. Выработка была сумасшедшая. Экспедиция. И он ничего не знает об оптиках, планах, осях. Он еще эти слова не знает. И как он при всем при этом сохранял в себе этого светлого, доброго, внимательного и суперэмпатичного человека, я не знаю. Откуда в тебе столько эмпатии? Я не понимаю. Как, сука, в этой профессии? В этом мире ты это не растерял? И там столько людей, а он единственный. Потому что актеры не так. Режиссеры суют по последней работе. Его он либо заявит себя, как кинорежиссер, либо нет. Ему не предложат второго материала. И он оставался при этом суперчеловечным. И уделял внимание каждому на съемочной площадке. И заходил поздороваться с каждым членом съемочной группы. Какой бы он должность ни занимал. Какой-нибудь ассистент, ассистент по ассистенту, асситирование. И вообще, Даня, я, конечно, по-человечески его фанат. Он действительно мой большой друг уже. Но стремление к трэшу у него было всегда. У нас в «Леди Макбет», но это не секрет, если читали, не читали, прочитайте. «Три убийства», «Куча крови», «Рэпчик», «Изнасилование», «Инцесты», «Кунилингус на лестнице». Ну, вообще-то столько... Какой важный вопрос. Важный, важный. На лестнице. На лестнице. И я несколько его спектаклей смотрела, «Три Шанина» присутствовала всегда. Поэтому при всей своей мягкости там в «Тихомомоте» творится что-то интересное. Вот, поэтому... Сериал дикий, сериал сумасшедший, мультижанровый. Я фанат нашего сериала. Я, блин, завидую сама себе, что я к нему отношения имею. Просто слава богу, что он появился. Мне кажется, это бриллиант вообще среди контента, который появляется сейчас. Хотя мы говорили про то, что индустрия изменилась. И рамки рождают творчество. И много сейчас, конечно, в связи с уходом каких-то платформ и контента много снимается и показывается русского. И мы стали расти в качестве. Первый сезон закончена история или там будет «Клиффхангер»? Ой. Это не сильно спойлер, мне кажется, если мы раскроем эту тему. Первый сезон закончена история. Но заделан. И там столько смертей. Вот я надеюсь. Шоураннера и автора сценария, креативного продюсера Ирины Пивоваровой, есть идея. Я не могу ее раскрыть, потому что идея... Я и не прошел. ...просто фантастическая. Я очень надеюсь, что это получится. Я не знаю, как это придумать. Не знаю. Но... И кто там будет сниматься? Кто там остался в живых? За те две серии, что... Какао, какао. Какао, какао. Просмотры всегда показатели. Если зритель будет руку плескать, и большие показатели будут, высокие оценки, крутые комментарии, и жажда второго сезона. Ну, дайте, дайте дозу еще этого райцентра, умоляю. А я очень надеюсь, что так и будет. Я верю, что так и будет. Ну, я посмотрела материал, и я хочу еще. Я подсаживаюсь на эту историю, на этих героев. Я погружаюсь в этот мир, забываю обо всем том, что происходит вокруг. И для меня каждая серия просто как доза адреналина, эндорфина. Поэтому я очень надеюсь, что зритель захочет и будет вымаливать у Иви второй сезон. Но все-таки будет. Но пока разговоров таких нет вообще. Какое рабочее название было у сериала? «Боль». Это не название сериала, это «Моя боль». Ты знаешь? Нет. Нет? Я думал, ты знаешь, ты настолько в точку попал. Название у сериала было «Вармалей». Я специально говорю по буквам «Вармалей». И мне так нравилось это название. Это очень хорошее название. Это очень хорошее, хлесткое. Когда увидел, я на название обращаю внимание всегда. Я смотрю эти пичинги, я смотрю, значит, когда бабла раздают и разным этим, я всегда на название обращаю внимание. Всегда. И меня, вот как афиша, цепляет или не цепляет. Хочу ли я посмотреть или не хочу. И мне так нравилось название «Вармалей». Я просто обожала это название. Давай погрузим в контекст название деревни, которая происходит. Это деревня «Вармалей», где происходят события в нашем сериале. И, значит, мы уже на этапе съемок где-то в серединочке узнали, что переназывают его. Потому что выходили промо-материалы о том, что идут съемки или там завершаются съемки. И нужно было название писать. И мы уже на этапе съемок понимали, что название будет райцентр. Что хотела сделать я? Я спрашивала у каждого члена съемочной группы, что он думает, райцентр или «Вармалей». Все говорили «Вармалей». И я хотела по-настоящему собрать петицию с подписями и отправить ее Иве. Мне очень грустно и жалко, но соглашусь с тем, что многие... Что, «Вармалей?» Что там? Классно, звучно, но непонятно. И как «Вармалей» на сказочку похоже. Я все-таки доверяю маркетингу Иве, я доверяю их вкусу, я доверяю их тестовым всяким показам и фокус-группе. Поэтому я готова прислушаться. На ММКФ у нас была мировая премьера на Московский международный кинофестиваль в конце апреля. Там, значит, все те скептики мои друзья, которые относились к сериалу с таким названием как-то так странно, говорили потом, нет, только райцентр. Вот мы посмотрели две серии, поняли, почему согласно райцентр название «бомба». Поэтому смотрите... Совсем не согласен с этим. Я понимаю, что я зайду на такую опасную штуку. Вот я бы зашла на опасную штуку, поскольку это мой сериал. Так. Ну, я должна только хорошее говорить. Тогда я скажу за тебя. Нет, такого нет в договоре. Если Иви считает просмотры по количеству открытия сериала, и это нужно будет показывать продюсерам, то райцентр – отличное название. Потому что, когда ты видишь эту афишу, и когда ты видишь это название, ты понимаешь, что это Свата, Иванова и так далее. И первое открытие будет, и удержание в 5-10 секунд, может быть 20, может быть 5 минут, оно точно будет. Если счетчик считает так, то потом будут хорошие цифры. Но представь себе человека, который переключил телевизор и решил посмотреть на ноутбуке. Он открывает райцентр и видит примерно 10 минут сериала с тем, что происходит. И не первую серию. И он выключит, просто не поняв. Не поняв всю суть, которая будет дальше, не вкусив. Поэтому, если мы говорим про продюсерские бизнес-штуки, наверное, смена названия классная. Если мы говорим про передачу сути, ну, тут есть вопросики. Это мое субъективное мнение. Я ни в коем случае не говорю, что они так сделали. Мне кажется, если бы ты включил в середине не первую серию с названием «Вармалей», ты бы точно ничего не понял. И нужно было смотреть. Там причинно-следственная связь очень мощная. Там нужно было смотреть сначала. Но я... Этот сериал ступил зрительский. Не знаю. Давно такого не было. Я давно такого не смотрела. И для меня как глотовство свежего воздуха. Я, ну, немного смотрю, но стараюсь смотреть, следить за индустрией. И я, как уже говорила, зафанатела и подсела конкретно на этот сериал. Я очень надеюсь на мощный сарафан. И я, вне зависимости от того, какое название, я надеюсь, что из уст в уста будет передаваться, что этот сериал бомба. Обязательно посмотрите. Ворываемся с короткой рубрикой и глупые вопросы актрисе. Как не расщепиться в ролях? Как оставить себя? Ты знаешь, вот, кстати, мой друг Александр Петров говорил, что это они. Это не я. Это вообще какие-то... Это Горюнов. Это там какой-то... Это мой полицейский с Рублевки. Это вот, значит... Это герои мои какие-то в этих сценариях, в этих историях. Это вообще ко мне не имеет никакого отношения. Я не согласна с этим. В каждой роли есть я. Просто какое-то из моих качеств. Оно выходит на передний план. Я вывожу его на передний план. Я его гипертрофирую. Демонизирую иногда. И поэтому в каждой роли я в большей или в меньшей степени. С ума я не схожу. Наверное, пожалуй, Леди Маг бы... Она мне просто делает физически очень больно. Я просто, как я говорил, я фанат документальной истории, документального существования актера. У меня был такой случай. Вырвало на сцене на Леди Магу. А, сейчас куча ржачи начнется, комментарии, фу-фу-фу. Но я, благо, в этот момент сидела спиной к зрителю. И у аванссцены, у портальчика, у кулисы. И это как бы чуть-чуть совсем произошло там. Я просто об этом рассказала, написала об этом. И из этого какую-то прям историю громко подняли. А один психолог сделал разбор. И она говорит, я давно за Кристиной слежу. Я посмотрела ее там, значит, какую-то карту там по датам рождения, еще чего-то. Я глубоко посидел, через время это сделал, глубоко посидел над ее личностью. И я давно обратила внимание, что Кристина подключается полностью, тотально, вся в этот момент, забывая обо всем внешнем мире. Историю, над которой она сейчас работает. И организм воспринимает это по-настоящему. Те переживания, которые с ней происходят, а там с Катериной любовной происходит, просто с ума сойти чего. И организм это воспринимает, это была реакция на стресс такая. И вот Леди Макбет, вот я не знаю, сколько я смогу ее играть, поэтому тяжеляк. Ну, какого-то два года жизни я теряю каждый раз. В каждом спектакле стоят лет того профессия, я не знаю. Я себя, как Кристина, не теряю. В плане здоровья, наверное, это такая выкладка, что прям мне коллеги говорят аж страшно. Давай чуть-чуть спокойнее, а как в этой истории спокойнее, невозможно. Иначе не поверят. Этот спектакль имеет такое воздействие на зрителя, только потому, что вот так. Только потому, что не жалея себя вообще. Как будто я с промо Леди Макбет привезла сюда столько ему времени. Ну, потому что театр для меня, конечно, ключевое значение имеет. Кино в этом плане попроще. Ты сидишь, ну, у меня не так, я телефон в вагончике оставляю. Ну, грубо говоря, ты в айфончике сидишь, ага, вышел, там кусочек сыграл, зашел. Давайте дублик, давайте пикапчик, пикапчик. Это вот есть полная сцена от начала до конца, досъем там. Нам не хватает только финальной оценки. Или там двух реплик, они там в браке. Давайте кусочек снимем. Хотя я это не люблю. У меня есть кликуха в кино. Кристина за такт. Вот коллеги мои все ненавидят ее, потому что это мою особенность. Потому что все берегут себя, берегут свое время. Время – наш главный ресурс. И халтура, опять же, да, возвращаясь к тому вопросу, на который я не ответила. У нас сегодня просто одни рефрены. Вот, ну, досъем. Вот, допустим, пикап нужно снять. Нужно, вот не хватает фразы там какой-то «извини меня». Или условно говоря. Я, чтобы эту фразу сказать хорошо и так, чтобы она получилась и устроила всю съемочную группу, и устроила меня, мне нужно к ней дойти. Мне нужно сказать несколько фраз до этого. Именно поэтому я говорю, ребят, вам нужно с этой фразой, мне нужно пять фраз назад. За такты я делаю всегда. Или мне нужно там войти в кабинет, допустим, запыхавшийся. Я всегда отжимаюсь. Я всегда бегаю несколько этажей. Всегда я это делаю. В райцентре я делала съемочную группу вот так вот смотрю. К концу привыкла потом уже, но... Потому что я на каблуках, по лесам, по полям. Мне нужно прийти в нужное состояние. Я не технарь. Хотя все говорят, это кокетство, ты технарь. Ну, да, наработки есть. Да, уже инструментами своими я научилась работать. Прежде чем зритель поверит в это, режиссер поверит в это, мне нужно само поверить по-настоящему. И прожить это, и дойти к этому. Поэтому в этом плане, конечно, сойти с ума, риски есть. Но я стараюсь с этим работать. Я стараюсь себя как-то гармонизировать свою жизнь. Как-то я стараюсь. У меня есть, уже появилось с годами, мне сейчас 35. У меня уже к 35 годам вырабатывается график 3.1, 4.1. Не всегда получается в кино. Что в договоре написано там 6.1. Иногда просят там. Мы вам потом сделаем выходной, через три недели. Давай сейчас подряд снимемся. Появляется график, потому что я не могу. Мне тяжело. Физично. Да не физически даже, эмоционально мне тяжело. Я настолько включена, что просто из меня всю энергию, все высокие. Любой проект. Вне зависимости. Сто денеческое ли это кино, авторское ли это кино за маленькие деньги, которое там полтора зрителя на фестивале увидит. Или какой-то там многомиллионный, который вообще там пойдет точно. Роспись будет там, я не знаю, 3000 копий. Для меня не имеет никакого значения. Я всегда одинаково работаю честно в кадре. И даже вот Лариса Баранова, замечательная артистка, снимающаяся в нашем сериале «Райцентр», мне вот на премьере сказал такой тост, что ты даже подыгрываешь. Подыгрывать? Значит, например, вот мы с тобой, у нас диалог, на нее сейчас, на тебя камера. Она говорит, ты за камерой, тебя не видно. И это не войдет никуда. Так делает Крестер Бэйл. Так? Спасибо. Теперь два человека мы знаем, которые так делают. Ты подыгрываешь так же, как ты играешь на своем плане. Я не знаю, ну, я не кичу сейчас, как не нахваливаю себя. Для меня это естественный процесс. Мне просто кажется, что если я буду себя беречь, ну, мой партнер так не сыграет. Мне кажется, мне надо ему давать ровно столько, сколько я бы дала на своем плане. Я очень надеюсь, что он отплатит мне тем же потом. Была у меня история с замечательным артистом Риналем Мухаммедовым. Когда начали с меня сцену, с моего крупного и среднего плана, с долог с ним, сделали классные разные варианты, потом переходят на него, и он делает вообще по-другому. Ну, просто совсем. Я говорю, простите, простите, можем мы вернуться? Риналь, если бы я знала, что ты будешь... Он не хуже играл, нет. Ну, просто совсем по-другому. Другое решение характера, роли, сцены. Я говорю, если бы я знала, что ты так будешь... И такие акценты расставишь, и вообще такие вещи будешь делать, я бы реально по-другому сыграл. А отрепетировать времени всегда нет. Поэтому вернулись, пересняли. Моментик. Продолжаем глупые вопросы. Да. Когда ты в регионах, все еще кричат, о, Варя Черноус. Ты знаешь? Нет. Вообще. Это после текста закончилось? Думаю, да. Думаю, да. Глобально. Я думаю, что текст, брак с Гариком, они... Эта ассоциация стала крепче. Там сейчас уже развод, но не сейчас, 3-4 года назад. Эти ассоциации, они перебили, мне кажется, ассоциацию с Варей Черноус. И моя работа, мне кажется, над собой, над своим образом, потому что я очень боялась себя. И мне казалось, что надо быть хорошей девочкой везде, всегда. Я вот так вот расковаривала. Давала вот так вот интервью. Как-то вот, ну, такая вот там милая была, такая хорошая. Мне казалось, что надо такой быть. Актриса должна быть такой. У актрисы не может болеть. У актрисы не может быть горя. У актрисы, она не имеет права на какую-то свою черную дыру, понимаешь, вот здесь. Не может. Мне так казалось. А сейчас мне так не кажется. Мне кажется, я имею право быть любой. И быть собой. Я что, не человек, что ли? Я могу прийти и разрыдаться, я не знаю. В плохом настроении прийти. Это сейчас, опять же, у нас вешаются ярлыки. Как меня это бесит. Когда, ну, понятно, звезда пизда. Ну, ты не в духе пришел, а у тебя там что-то такое произошло. Ты не можешь об этом рассказать и не хочешь делиться. Ты не хочешь, чтобы это все обсуждали. Но у тебя болит. И ты не можешь в этот момент натянуть маску и улыбаться. Как у меня с таксистом тоже. Что-то я ему очень торопилась, очень нервничала. Там, давайте вправо, давайте влево. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, мне очень там надо, надо, пожалуйста. И что-то ему не понравилось, как я ему это говорила. И он сказал, Кристина, вы там узнала, мы эту тему обсудили тоже. Он говорит, я запомнила эту фразу. Он говорит, Кристина, вы актеры, вы обязаны зрителю. Почему мы обязаны? Почему я обязана в аптеке? Да, почему я в аптеке обязана фотографироваться? Когда я, ну, с температуры или покупаю какие-то там, я не знаю, таблетки какие-то кому-то или что-то, или там плачу, спрячу слезы там за этой маской в пандемию там или еще чего-то. Почему я должна сейчас фотографироваться? У меня был тоже случай на кладбище. Бабушку я свою похоронила в 2017 году. Там за территорию кладбища мы вышли, но это вот-вот. Вот это произошло там 10 минут назад. У меня попросили сфотографироваться. Я говорю, прости. Я всегда охотно фотографирую со зрителем. Для меня это важно. Важно. Но есть обстоятельства, по которым я там, больница. Не знаю, но я не могу этого сделать. Это, как говорит Хабенский, это же должно быть взаимное желание. Обой сфотографироваться. Моя сфотографироваться, ваша там со мной сфотографироваться тоже. И выхожу, значит, за калетку кладбища и просит сфотографироваться. Я не знаю, по каким там причинам люди там были. Я говорю, я извините, не могу. О, понятно, зажрались там в Москве. Ты представляешь? Вот о звездах. Вот зачастую зритель из нас делает таких людей. Они не знают, по каким обстоятельствам тот или иной человек сейчас не удовлетворил твоего желания побыть добрым, побыть светлым, шутить постоянно. Вот у меня в этом плане, кстати, Гаррика было жалко всегда. Куда не придем с ним? А, да, пошути. А, давай, брат, э, там. У него образ такой своего парня, такого, как бы, с соседнего подъезда. И вот все вот так вот с ним, э, бэ, бэ, бэ. Вот так все время общались. То есть человек совершенно другой в жизни. И он сейчас не готов, он не хочет. Он не на сцене. Он не в тех обстоятельствах, в которых сейчас, как бы, чтобы как-то дарить вам радость. Или вот я тоже не люблю, когда снимают из-под тяжка. Тоже там в аптеке, в торговом центре, там в магазине и все. Я подхожу и говорю, простите, пожалуйста, вы не могли бы удалить? Он говорит, ну ты же актриса. Я говорю, послушайте, если бы я была там на сцене сейчас или там на премьере на какой-то, я понимаю. То есть правила игры такие, что я сейчас в образе, я понимаю, что меня могут снимать. Но когда я нахожусь на каких-то личных своих обстоятельствах, каких-то личных историях, в своей личной жизни, в своем личном пространстве, я бы не очень хотела этим делиться. Я не люблю это. Меня это смущает всегда. И вот это вот как раз, наверное, один из немногих минусов. Конечно, блин, популярность – это здорово. Медийность – это здорово. Она дает тебе огромное количество возможностей. Но ты выходишь из дома, ты уже на работе. И это смущает. Я хочу привести параллель. Давай. Было исследование, что люди из постсоветского пространства не будут покупать кино, музыку и остальные штуки, потому что в Союзе был коммунизм, было все для всех. Казалось, что это народное достояние. Есть ощущение, что то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, артистов, актеров, актрис тоже воспринимают народным достоянием. Исходя из этого, вопрос вот какой. А можно людей научить ценить частную жизнь даже известного человека? Или это они не обучаемы? Ну, грязное белье всегда интересно. Почему он обсуждался скандал, потом развод? Людям это интересно. Ему не очень интересно, что ты думаешь о кино? Какой последний сериал ты посмотрел? Что ты думаешь о четвертой серии плейлиста волонтера? Им это не очень интересно. Им интересно, что там у тебя происходит. Как ты срешь, как ты пьешь, как ты там что-то еще делаешь, с кем ты спишь. Людям это интересно. Вот для таксиста какого-то мы обязаны. Не знаю. Ну, почему есть люди воспитанные, которые деликатно к этому относятся и с уважением. Есть такие люди. Есть актер или актриса, ради которого ты бы нарушила частную жизнь человека и побежала бы сфотографироваться или пощупать, спросить, что-то сделать? Ну, слушай. Ну, давай. Это будет Энтони Хопкинс. Смеешься. Я поплывала. Дайте два. Дайте два. Посмотри. Вот сегодня тоже вот я была на интервью у вас на телевидении. Много людей подошли сфотографироваться, редакторы, гримеры, костюмеры. Я с удовольствием со всеми фотографировалась. И после этого один из наших организаторов, один из представителей ИВИ в Казахстане сказал, что «Ой, извини, заденулся, я не знала, что их так много будет». Я говорю, Лен, да нам это приятно. Нам приятно, что подходят и спрашивают фотографироваться. Это там эго тешит, там тщеславие, не знаю, мы все тщеславные люди. Так или иначе. Ну, блин, есть это у нас, у актеров. И мы все с этим качеством идем в эту профессию. Нам это приятно. Вот нас забудут, не будут просить фотографироваться. Вот тогда будет плохо проблем. Будем сами просить. Ну, а вы знаете, кто я? Сфотографируйтесь со мной. Или не хотите ли вы? Ну, это правда. Как бы артисты не кокетничали, что «Ой, блин, не знаю». Так достались все, господи, узнают просто. Спокойно выйти, нельзя очки уже надевать, кепку надевать. Господи, вы дебилы совсем. Простите, пожалуйста, коллеги мои. Ну, правда. И вот тонкая грань. Из-под тяжка приблизить, понимаешь, пока ты суп ешь. И там с кем-то общаешься, переписываешься, с кем-то не хотел, чтобы тебя видели. Ну, и вообще ты не в том находишься состоянии, а то личное пространство. Это один момент. А подойти и спросить, можно ли, и отнестись с пониманием, что человек в этот момент не хочет, это другой момент. Поэтому, мне кажется, это подойти и спросить деликатно, не отвлекая. Ну, видя момент, конечно, где можно подойти, где нельзя, чувствуя ситуацию. Мне кажется, ничего такого там нет. Это не нарушение частной жизни. Ты просто спрашиваешь. И тебе вправе отказать. Ну, вопрос восприятия, конечно. Скажи мне, твоя дочь уже говорила, что хочет стать актрисой? Ну, выбрала ли она вообще какую-то профессию, кем она хочет быть? Ой, еще одна моя боль. Я очень... Все говорят, что это неизбежно. Насмотрится. Этой прекрасной жизни. Всем кажется, что жизнь актерская, она вот такая. Ты красные дорожки. Ты выпускаешься из вуза, тебя сразу встречают. Папарацци, дорожка, цветы, автографы. Куча предложений. Это не так. Большинство моих однокурсников не работает по профессии. Ну, нехорошо, не большинство, но многие. Кто стоматолог, кто кондитер, разъехались по другим городам, ушли из профессии. Несчастные. Очень многие. И нереализованные вообще. И многие всю жизнь массовки играют. Это очень независимая профессия от вкуса режиссера, от возраста, от внешности, от многих факторов. Ну, везение может быть. Хотя я в меньшей степени верю в это. Поэтому это не такая прекрасная жизнь, как кажется, как мы ее показываем, как мы ее демонстрируем, как зрители это воспринимают. Это сложная работа, пахота. И если ты готов в это вкладываться и жить этим, то слово «нет» воспринимать спокойно, как руководство к действию, как мы говорили о школе-студии МХАТ. Тогда да. Я очень надеюсь, что ее это меняет, потому что я знаю другую сторону. Часто не хочу прибедняться, но страдаю, сжигаю себя. Сама, может быть, провоцирую это страдание из-за многого. И я бы не хотела, чтобы ее ждал такой же путь. Не хочу. Я своей дочке желаю счастья. Я желаю ей ментального здоровья. Мы же очень болезненные все. Мы же очень раненые актеры. Мы же дети. Нам же скажи «нет». Ну, ты можешь не подойти в проект не потому, что ты плохой. Не знаю, ну, хотят не блондинку, а брюнетку. Или там, я не знаю. Ну, хотят смешную, не очень красивую. Хотя все красивые. Там женщины особенно вне зависимости, ни от чего. Все, потому что красота не во внешности. Нас сразу бросают. Нам сразу плохо. Нам кажется, от нас отказались, потому что мы ужасные. Мы болеем. Этих «нет». Десятки, сотни, тысячи, миллион. И мы состоим из этого. И поэтому я не хочу, чтобы дочка через это проходила. Не хочу. Дочка у меня... Она много смотрит мультфильмов. И она хорошо рисует. Недавно она сказала, что она хочет быть мультипликатором. И я очень надеюсь, что это желание серьезное, потому что это вау. И у меня в театре, смешной, кстати, случай, я пришла в театр Ермоловой в 2000, по-моему, да, в 12-м году, когда закончила институт. Я репетировала спектакль с Женей Каменковичем, легендарный режиссер, спектакль «Язычники». Его уже нет, этого спектакля. Репетировала этот спектакль. Меня на эту роль взяли, на главную роль сразу. И познакомилась там с мальчиком, с актером. Просто мы с ним общались. Он как-то был особенно добр ко мне. Как-то внимательно расположен, помогал, показывал, что где, знакомилась с людьми. Как-то очень встретил тепло, особенно тепло. И там через некоторое время я узнаю, что его фамилия Егор Харламов. И он мультипликатор. Он даже был в своем мультикум в Каннах. Он талантливый мультипликатор. Невероятно талантливый актер, режиссер. И очень талантливый человек-оркестр. И я позвонила ему неделю назад и говорю, Егор, брат, возьми мою дочку в ученики. И он сказал, да. Я очень надеюсь, что у него студия есть в театре. Он там, не знаю, арендует или нет, когда-нибудь там с театром договорились. Вот, он там делает мультики. И рисует, и лепит. И я попросила дочку взять в ученики. Она посмотрела его мультики. Она говорит, ну, трэш, по-взрослому, конечно. Но надо же разному учиться. Да. Я очень надеюсь, что сложится этот дуэт. И она у него поучится, а потом пойдет куда-то дальше. Тебе важно быть настоящей с ребенком? Только. А как по-другому? Ты ее обманываешь? Нет. Никогда. Это, может быть, звучит как-то наивно, банально или как правильный ответ. Ну, нельзя же детей обманывать. Иногда же ложь во спасение нужно детям говорить. Как-то слова правильные подбирать. Нет. Я честна с ней. Я, может быть, могу обойти какие-то темы, но я всегда была честна с ней. Когда мы с Гарьком расходились, я с ней села сразу и поговорила. Вот такая ситуация. Так бывает. И я на вопрос о тампонах, о месячных, хотя моей дочке девять, ну, и она и до этого спрашивает. И они говорят, ну, что ты, это такие цветочки, или ну там, я тебе расскажу через 10 лет. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы она узнала об этом от кого-то другого. Дети же очень чувствуют фальшь. И я бы не хотела, чтобы она от меня ее чувствовала, и мне не хочется с ней так общаться. Я боюсь похвастаться, но мне кажется, она мой друг. Да. Мы с ней дружим. Она посмотрит это видео? Ну, вообще она все смотрит со мной. Да. Ты материшься про ней дома? Есть вариант запикать 4 бата? Или оставить как есть? Какой же ты хороший журналист. Я матерюсь. Я много матерюсь. Я стараюсь этого не делать. Это моя ужасающая вредная привычка. Если пиздец, так пиздец. Ну, как по-другому ты скажешь, если блядь, так блядь. Иногда иди нахуй. Нет, я не пользуюсь этим, но подумаю. Вот это мы вырежем в тизер. У меня был случай, Насте было 3 года. Она сидела в нескольких метрах от меня, и я что-то, блядь. И Настя закрыла уши и говорит, мама, я ничего не слышу. Я поняла, что ребенок все понимает, все осознает, все слышит, все чувствует. Я стараюсь при ней не материться. Правда, стараюсь. Но про честность. Если я честна своим ребенком, всякое бывает. Бывают неприятные звонки, неприятные события. Я в эту же секунду делаю вид, чтобы она не заметила. Или смотрю, услышала или не услышала. Я в этот момент. Отвернута она, неотвернута. Я говорю, Настя, извини. Я понимаю, что она это знает. Я понимаю, что она знает матные слова. Ей 9 лет она пользуется тиктоком, к сожалению. Ну, сейчас уже у нас удалено. Но есть одноклассники, с которыми она смотрит его в школе. Я ей говорю, давай ни в коем случае при учителях. Ни в коем случае при старших. Дома, пожалуйста. Вот вообще дома все, что угодно. И объясняю ей, насколько важно не материться, особенно ребенку. Насколько так или иначе представляешь своих родителей. Ну, нас знают. А тебе судят по нам, по нашему воспитанию. О нашем воспитании тебя. И говорят, это плохо для девочки, для ребенка. Тебя совершенно не красть. Есть вещи, которые можно выразить другими словами. Я говорю, ты с подружками дома. Но вообще постарайся, правда. Старайся этого не делать и извиняюсь, когда происходит. Я бы болтал с тобой, еще болтал. Но знаю, что у нас ограничен тайминг. Да. Я вот поглядываю на него. Поэтому у меня два последних вопроса. Да. Есть что-то, что ты бы хотела, чтобы у тебя спросили, но за все время интервью ни разу не спросили. И тебе очень хочется этим поделиться. Сложно очень. Столько у меня всего спрашивают. И так бесцеремонно иногда действительно в частную жизнь торгаются. Да. Ты знаешь, да. Но две темы. Одна тема, я про нее немало уже говорила, но не говорила в подробностях. О родителях своих. О недолюбленности. О том, что ты рожаешь детей. Но их надо любить. Детей надо любить. Нельзя говорить, что мы вас родили, чтобы вы комнатную квартиру получите. Нельзя детей бить. Нельзя говорить детям, нельзя. Вот потому что нельзя. Объясни, почему нельзя, почему нет. Почему ребенок не станет актрис? Почему им надо в магазин идти работать? Надо в ребенка верить, кем бы он ни был. Он вся самый лучший. Твой ребенок. Потому что это твое отражение. Иначе ты что-то не сделала, не доработала с ним, что-то не так. Не нужно, чтобы твой ребенок тратил деньги на психотерапевта, когда вырастет. Хотя я не общаюсь с ними, но надо очень. Родители больная для меня тема. И мне хочется всем родителям сказать, ну, держите себя в руках. Старайтесь. Ну, пожалуйста. Надо работать над собой, над теми отношениями. Надо работать. И родители не про... Мне все вот говорят, как она может? Это же ее мама. Или, ну, когда я там аккуратненько пытаюсь, я ничего не рассказывала. Ничего, никакие события про детство не рассказывала. Боюсь. Осуждение этого боюсь, господи. Она же твоя мама. Она же тебя родила. Или хочешь наладить отношения? Иди сама. Ну, мне кажется, это обоюдная работа. И родители должны прийти и протянуть эту руку. Сделай ко мне шаг. Я к тебе 10 сделаю. Это важно. Я сама мама. И у меня три сестры. Мои родители еще живы. Я хочу этот вопрос решить. И с ними... И хочу на тему говорить публично. Если мы лидеры мнений, хочу обратиться к некоторым родителям, ко взрослым родителям, ко взрослым и детям. Ну, давайте, решайте эти проблемы. Я играла в спектакле иммерсивном, вернувшиеся. И у меня там был монолог. Там есть такой момент, personal experience, когда ты один на один запираешь комнату и остаешься со зрителем один на один. Там шоу в масках. Ты снимаешь маску, маску сниму. И опыт только для него. И у меня был монолог. Он как бы был про мою героиню, но про меня. Я сама его написала про мою маму. 90% зрителей рыдали. Их вот так вот трясло, потому что узнаваем. Потому что про семью всегда больно. Про родителей всегда болит. Об этом говорить надо. И со старшим поколением, ко взрослым и детям. И с молодняком, который рожают. Надо об этом говорить. И вторая тема. Я нигде не говорила про нее. Я, наверное, не готова полноценно сейчас ее обсудить. Но я хочу сказать о ней. Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии. И зря. Потому что я бы, наверное, честно в этот момент ответила. Потому что я с ним сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Ты не знаешь, не как токсичный человек. Но он тебя там как-то, не знаю, не так рубашку погладил. Или сказал, ты в кино плохо сыграла. И вот, значит, ой, меня абьюзят. Нет. Он бил как не в себя. И мне важно об этом поговорить. Но. Вот эти сейчас мету, харассменты, домашнее насилие. И ты знаешь, как воспринимают люди? Ой, чтоб о ней вспомнили. Или где вы были там. Ну, понятно. Или почему сейчас? Ну, я выросла в девяностый. Запрет на чувства. Мне при папе нельзя было там нельзя, как колготки положить на скамейку. Потому что это же нижнее белье. Нельзя. Ты что, с ума сошла? Плакать нельзя. Сказать, что больно или не нравится, нельзя. И вот нас так воспитывали. Мы терпели. Всегда терпели. И вот это сама виновата. Вот нас так воспитывали. И когда со мной эта ситуация происходила, я не могла прийти ни к кому. Ни к однокурсникам, ни к, там, в тот момент я училась в институте, ни к подругам, к друзьям, ни к родителям. Ни к кому. Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата. Что это моя, я была одна наедине со своей проблемой. А сейчас, вот, ну, скажу я, я хочу сказать, скажу я об этом. Я представляю, что скажут зрители. Хайп, скандальная актриса, очередной скандал. Тебе нужно это внимание к себе. Ой, понятно, да было ли это на самом деле с тобой? Что ты это придумала там? А мне кажется, мне кажется, об этом нужно говорить. Чтобы какая-нибудь девочка посмотрела и спасла себя, позвонила в службу, которая этим занимается. Чтобы настал тот день, когда профилактика домашнего насилия, она происходила. И мне об этой теме поговорить важно. Я до сих пор хочу снять, никак не соберусь. Блин, тоже, где ты была, почему ты все это время не говорила об этом? Страшно. Ну, страшно об этом говорить. Вот я сейчас с тобой говорю, я понимаю, что у меня губы дрожат. У меня там, я сдерживаю, чтобы не разрыдаться. Но об этом тяжело говорить. Это страшно, это больно. Это живет со мной. И я не могу от этого избавиться. Я не могу полноценно жить. Потому что вот этот человек, который еле выжил, он во мне сидит. Он как-то, ну, не может плечи расправить. Не может, как маленький человек, вот не может до конца жить, ну, я уже говорила, там, полноценной жизнью. Не может как-то выздороветь. Я не выздоровела. Вот. Ты пыталась проработать психологом, терапевтом? Я никогда в жизни... Нет, вру. Константин Аркадьевич Райкин дал мне психолога на одну сессию. Мы встречались с ним в кафе после, потому что у меня был совершенно какой-то удар эмоциональный, когда это со мной случилось. Я не ожидала, что меня отчислили. Я думала, этого со мной не случится. Это случилось. И он мне дал. Мне было настолько плохо, у меня была истерика. Я рыдала, просто не могла успокоиться. Ну, просто я... У меня жизнь ушла из-под ног. Я не понимала, что в меня не верили одноклассники. Мама говорила, актриса, езди в магазин, работай. И, ну, а я знаю, что у меня получится. Мне ни один человек не верил. Ни один. И я... Меня отчислили. Мне нужно возвращаться в Московскую область, в город Королев. Работать в Королевском тюзе. Жить у родителей. Просить у них денег. И как-то побитой собачонкой продолжать быть. И как-то смириться с тем, что... А может, я реально никто? Но нет. И я не прорабатывала. Но надо. Надо, надо, надо. Хотя вот Даша Мельникова, подружка моя, вместе в театре работаем. У нас теперь там театр Ермоловой в одной гримёрке. И она говорит, да ты сама себе психотерапевт. Ты сама там любую ситуацию можешь проработать. Да, вот ты правильно качаешь головой. Нет. Мне нужен специалист. Мне нужно с родителями этот вопрос решить. Потому что я с дочерью. Хотя я знаю, у нас в институте, в театральном, было такое упражнение, называется «Свечка». Выключали свет, столы встали по центру, несколько столов вместе садился курс, значит, на стулья вокруг столов. Здесь садился педагог, а здесь садился человек, который в этот день был рассказчиком. Каждый раз это был разный человек. Например, у него выключался свет, встала свечка, и он рассказывал всю свою жизнь. Естественно, все рассказывали самые драматичные события про родителей, про изнасилование, про воровство, про всё. Когда я рассказала о том, что со мной происходило, мы с девочкой, которая раньше рассказывала это, обнялись, поплакали и поняли, что мы знаем, как в нашей жизни не будет, как мы с своими детьми поступать не будем. А педагог мне сказала, Кристиночка, всё в материал, в материал. Именно поэтому я сейчас все свои боли и все свои травмы, я в материал, я в своей роли. Но не смогла я согласиться на сериал «Бесит», где поднималась тема домашнего насилия. Не смогла, хотя должна была я это в материал всё направить. Мне есть о чём сказать, есть, но я не смогла, я отказалась. Ты можешь использовать слово «мать» как обращение к маме? Да. Ты имеешь в виду не «мама» или просто «а». Да, вместо «мама» сказать «мать». А «мать»? Нет, тогда нет. Нет, тогда нет, я не люблю это слово. Это исключительно моё личное наблюдение, но в моей голове люди делятся именно на два типа. Мама и мать. И чаще всего те люди, которые испытывали в детстве некоторые сложности и недолюбленности, но при этом чувствуют невероятную любовь к родителям, говорят именно «мама». А вот обратная часть говорит «мать». У меня тоже язык не повреждается, я поэтому тебе сильно не знаю. Не могу. Мама. Ты главный человек в моей жизни. Мы не общаемся? Долгое время? Совсем. Совсем. Мне больно, грустно и одиноко, и мне мама нужна, она такая важная. Ну вот этот перфекционизм, здесь у мамочки сидит, где-то там либо в спинном мозге, либо на плечике, и каждый раз говорит «Кристина, у тебя не получится, ты не так, ты не сделаешь». Я поэтому каждый раз «нет, лучше, нет, надо лучше, да ещё надо сильнее, надо вот, ну, понимаешь? Не до всё время, я какая-то не такая, со мной что-то не то. Вот этот перфекционизм, который меня сжигает, просто невозможно в этом стрессе всё время жить. Невозможно, это тяжело. Но я стараюсь над собой работать, я стараюсь, по крайней мере, производить впечатление здорового человека, я стараюсь как-то, не знаю, адекватно к себе относиться, как-то направлять это куда-то, не знаю, как-то не думать об этом, не знаю, или думать, но как-то не закапываться в этой боли. Как-то я так, мне кажется, у меня получается, но с ребёнком, она просто не задавала мне этих вопросов, я с ней эту тему не обсуждаю, почему она же бабушка, и она лучшая бабушка, она самая хорошая, самая красивая, и пусть у моей дочери будет бабушка самая лучшая, я показываю фотографии, они видятся, и я говорю, ну иди к бабушке, иди обними, иди, я вас фотографирую. Вот, и там мы подарки бабушке выбираем, мне важно, чтобы Настя, потому что моя история с моей мамой, это моя история, она никак не касается моей дочери, моя дочь отдельный человек, отдельная личность, у неё пусть будет с моей мамой другой путь, я на это очень рассчитываю. В той программе, которая музыкальная, я задаю сюда последний вопрос. Кристина, назови саундтрек своей жизни. Ага, да тут надо быть, наверное, какой-то, что он обо мне много скажет, что-нибудь грустное назову, ну понятно, не знаю. Не пытайся, я же не сказал, я же не сказал актрису Кристины Асмусу, я сказал, Кристина, назови ты свой саундтрек жизни. Похрен, кто-то подумает. Секунду первую, как ты это сказал, конечно же, основная тема Фореста Гампа. Вот в эту секунду, вот про сразу. Беги, Форест, беги. Ну, и теперь уже последний вопрос. Мы сейчас с тобой выйдем из кадра. Да. И мир закончится. Ты за секунду до этого довольна собой? Да, я молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова